Привет, друзья! Вы на канале Лепка Хоррор Шоу. И с вами я, Хоррор Мейкер. На днях прочитал одну статью в западной газете. Эта статья подтвердила мою гипотезу о существовании целого семейства людоедов. Это Смайл Рум, поезд-пожиратель. Горка-людоед. Ванна-людоед. И вот я узнаю, что существует еще один монстр-людоед. Какой? Да, смотрите ролик до конца и узнаете, что же это такой за монстр. Я начинаю его конструировать. Да-да, не просто лепить, а именно конструировать. Потому что для воспроизведения образа этого зловещего и коварного персонажа я режу картон. Склеиваю его. И, конечно же, леплю из пластилина. А вы, пока я делаю этого монстра, послушайте, что пишут в статье. Весь округ Ангелина Каунти взволнован произошедшим вчера событием. В самом крупном торгово-развлекательном центре города Лувкин семья жителей пригорода, состоящая из папы, мамы и 10-летнего сына, завершив покупки, решила пообедать в ресторанчике, расположенном четырьмя этажами выше. Они подошли к лифту, и отец семейства нажал на кнопку вызова. Когда лифт приехал, первой в него зашла мама, затем вбежал мальчик. Папа немного замешкался, и в это время лифт неожиданно закрылся и начал подниматься. Папа дождался, когда лифт поднимется на седьмой этаж, затем нажал кнопку вызова. Лифт опустился, двери открылись, и папа зашел в лифт. Вот что рассказывает один из очевидцев произошедшего, рабочий логистического склада Бенджамин Садовский. Я сидел на скамейке, допивал свою колу и наблюдал за симпатичной молодой семьей, папой, мамой и мальчика лет десяти. Они стояли у лифтовой шахты в ожидании лифта. Когда лифт остановился на нашем этаже, открылись двери. Мама с мальчиком вошли в лифт, а папа почему-то не вошел, и я не понял, почему он с ними не поехал. Через пару минут лифт снова опустился, и папа зашел в него. Когда двери лифта начали закрываться, я увидел нечто такое, что повергло меня в неописуемый ужас. Закрывающиеся двери были не просто дверьми, это были какие-то монстрообразные жуткие челюсти с огромными зубами. Когда чудовище сомкнуло свои челюсти, зубы исчезли, и лифт, как ни в чем не бывало, поехал наверх. Я подумал, что у меня галлюцинации, и решил никому не рассказывать о происшедшем. Но позднее я прочитал статью о пропавшем молодом мужчине, позвонил в телестудию и рассказал обо всем, что видел. Рассказывает сотрудник бутика кожаных изделий в торгово-развлекательном центре. Меня зовут Моника Штеплер. Я продаю разные кожаные изделия, сумки, портфели, ремни, перчатки и тому подобное. Заходите к нам в бутичок, будут скидки. Я работаю уже в бутике полтора года. Моя витрина находится прямо напротив лифта. И я часто наблюдаю за посетителями, которые подходят к лифту и заходят в него. Пару раз я видела, что закрывающиеся двери превращаются в кровавые десна с огромными зубами. Я списывала это все на свое болезненное состояние. Но сейчас, после того, как я увидела на канале НБС репортаж о происшедшей трагедии, я поняла, что это был не плод моего больного воображения, а реальность. А вот что говорит еще один свидетель, менеджер IT-компании Рахманиш Абусси. Я как-то раз покупал гамбургер и краем глаза заметил, что в лифт заходит молодой мужчина с какими-то пакетами. Наверное, в пакетах у него были покупки, которые он сделал в торгово-развлекательном центре. Когда двери лифта начали закрываться, я увидел, что они превратились в какие-то жуткие, просто ужасные челюсти с огромными зубами. Я ущипнул себя, чтобы убедиться, что я вижу это наяву. Когда зубастые двери лифта закрылись, они снова стали обычными дверьми, и лифт поехал наверх. Я испугался, что увиденное плод моего больного воображения, и на следующий день я пошел на консультацию к своему психологу. После тщательного расследования выяснилось, что за последние полгода в торгово-развлекательном центре пропало 6 человек. Три мужчины, две женщины и одна старушка. Следственная бригада пришла к выводу, что виновником всех пропаж является лифт-пожиратель. Но когда бригада лифтеров решила демонтировать лифт, они увидели обыкновенный лифт фирмы «Отис» без каких-либо признаков наличия зубов. Внутри лифта также не было обнаружено ничего сверхъестественного. Следователи решили установить за лифтом круглосуточное наблюдение. Пока никаких результатов, которые могли бы пролить свет на эти загадочные истории, не получено. Наблюдение продолжается. Вот он обыкновенный лифт. Такой, какие работают во многих торгово-развлекательных центрах. Друзья, если кто-нибудь из вас поедет в США, старайтесь не попадать в город Лувкин в округе Ангелина Каунти. Это опасно для здоровья и, возможно, для жизни. И поскольку я не уверен, один ли такой лифт существует на земле, я рекомендую вам быть очень осторожными и внимательными при посадке в лифт. Лично я предпочитаю ходить пешком. Во-первых, это полезно для здоровья. С одной стороны, вы тренируете себя, свои мышцы и дыхание. С другой, вы не стоите близко от людей и тем самым в период пандемии уменьшаете риск заболевания коронавирусом. Во-вторых, как вы знаете, преступники частенько творят свои грязные делишки и типа ограблений. Именно в лифтах. Ну, а уж если вам придется садиться в лифт, то будьте наблюдательными и в высшей степени осторожными. Ладно? А я в очередной раз убедился, что существует целое семейство пожирателей, людоедов. Думаю, что список на этом не заканчивается. И я продолжаю заниматься своими собственными расследованиями этого феномена. Остаемся на связи. С вами был Хоррор Мэй.